В канале Кинотрафик я рассказываю о хороших фильмах и сериалах, о фестивальном кино, объясняю смысл сложных картин. В плейлистах вы найдете кинообзоры, анализ и разбор фильмов, творческие видеопортреты актеров и режиссеров, обсуждения и видеоэссе. А мои юные блогеры посоветуют интересные фильмы и мультфильмы для подростков, детей и всей семьи. Приглашаю вас подписаться на Кинотрафик. Давайте смотреть и обсуждать хорошее кино вместе. Сегодня 6 февраля 2024 года выдающемуся русскому режиссеру Андрею Звягинцеву исполняется 60 лет. Хочу от себя и всех ценителей кино, киноклуба Трафик и канала Кинотрафик поздравить Андрея Петровича и пожелать ему крепкого здоровья и реализации всех его творческих планов. В этом выпуске я решила познакомить вас с моим архивным материалом, встречей и беседой с режиссером, которая состоялась 6 сентября 2020 года в Смоленске. Все, что было сказано тогда, теперь особенно ценно. Спасибо. Спасибо, Смоляне. Я, к сожалению, смотрел на экран и видел, как, в общем, не самым лучшим образом выглядит изображение и переживал. Думал выйти пораньше, но полагал, что вдруг осветитель не сориентируется и не сделает свет на микрофон. Я прошу прощения за это качество, но так уж вышло. Так, значит, что у нас сегодня будет? Я полагал, что это будет встреча и предполагаю, что лучше всего ее устроить именно таким образом, просто как диалог. Диалог, вы задаете мне вопросы, я так понимаю, что Игорь Юрьевич будет как-то модерировать это все, а я отвечу максимально искренне и полно на все ваши вопросы. Вот, то есть это, строго говоря, не творческий вечер, стихов и песен я исполнять не умею, вот, а мы просто поговорим, вот. И для этой цели я просто перейду туда, и так полагаю, что там тоже будет освещение какое-то. Так что давайте начинать диалог. Антон, дайте нам свет в зале, и микрофон у Антона включите. А будьте любезны нам дать свет в зале. Дорогие друзья, я с микрофоном нахожусь в зале, если у кого-то возникнет какой-то вопрос, то я к вам тут же и подойду. Вообще говоря, давайте я пока, пока кто-то созревает с вопросом, или, может быть, вы зачитаете какую-нибудь, я просто поделюсь ощущениями. Вообще говоря, я актер театральный, и знаю, что, знаю, что чувствует артист, когда в зал не полный. Вот. Сегодня так уж случилось, да, с нами, со всеми. Пандемия не позволяет нам заполнить зал, и я прекрасно понимаю внутренне, что зал на самом-то деле полон. Вот. Такие новые реалии, что называется у нас. Но, слава богу, я слышал, что в Питере, например, кинотеатральные, кинотеатры сейчас пока закрыты, вроде как через неделю, мне товарищ из Питера сказал, только откроются. А в Смоленске, видите ли, как? Возможно встретить зрителей. Первый вопрос. Нет ли у вас желания срежиссировать свою жизнь? А будет уточнение какое-нибудь из зала? Что значит срежиссировать? Это как? В определенном смысле ты являешься частью этого режиссерского замысла, потому что ты как-то формуешь свою жизнь, выбираешь сделать шаг вправо или влево, выбираешь свои какие-то, как сказать, стратегию поведения и так далее. Начиная от политического какого-то контекста, заканчивая эстетическим и так далее. В конце концов, ты выбираешь, какой сделать тебе следующий фильм, потому что несколько замыслов лежат у тебя на столе, но ты, разгоняя собственное чувство жажды и влюбленности в тот или иной материал, однажды только выбираешь, что вот это то, что я сейчас буду делать. Так что в определенном смысле это и есть такое выстраивание событий в твоей собственной жизни. Естественно, какой-то большой режиссер, которого еще называют архитектором, он, конечно, вмешивается в твои планы и создает какой-то свой узор, но в определенном смысле надо понимать и сознавать, верить в то, что ты в соавторстве с ним действуешь. Пошли каверзные вопросы. Давайте, прям сначала, да? Андрей Петрович, вы любите Россию? С уважением, Дмитрий. Дмитрий, отвечаю вам. Подбираю слова, как бы так, как бы это сказать так, чтобы не показалось, что очень банально, но без сомнения у меня нет, нет, нет другого ответа. Другой вопрос, что как эта любовь выражается и в чем, каким образом я рефлексирую на тему нашего с вами общего бытия, это уже другой вопрос. Но я живу здесь всю свою жизнь, и это моя родина, я здесь родился, и это мой язык. Так что ответ прямой, да, конечно. Андрей Петрович, скажите, если вам предложат снять фильм «Заказуху», вы снимете? Я не понимаю, что такое «Заказуха». Ну, закажут вам, допустим, и деньги дадут. Заказ мой, заказ мой. Заказ, да. Вообще говоря, когда ты составляешь контракт или договор с продюсером, принесший даже на стол продюсеру свой собственный сценарий, вот, убедив его в том, что ты мечтаешь его реализовать, и вот дальше, когда дело движется, вы подписываете договор. И вот в условиях договора написано таким образом «Исполнитель» и «Заказчик». Вот. Продюсер тут в данном случае называет себя, почему-то вот в наших официальных бумагах, «Заказчиком». Вот в строгом смысле слова ни одна моя картина не была заказом. То есть мне не было предложено, снимите эту картину вот в такие-то сроки, и ознакомьтесь с текстом сценария. Такого не было никогда. Единственное можно было бы об одном замысле говорить, даже о двух, как о каком-то, скажем так, предложении сделать что-нибудь совместное. Это вот фильм «Елена», который вы наверняка видели, и я даже привозил ее сюда в 2011 году, в Смоленск. Вот эта картина родилась из предложения английского, британского продюсера. Так что, в общем, одно и то же, английский, британский. В общем, одним словом, вот молодой продюсер, британец, прислал письмо с предложением осуществить совместно какой-нибудь полнометражный фильм и означал как-то так в самых общих чертах тему. Звучала она очень, скажем так, амбициозно. Вот он мечтал осуществить четыре проекта в Европе, в Азии, в Америке Южной и в Америке Северной. Предполагал найти режиссеров и создать такой, ну, не альманах, а такой, скажем, блок, состоящий из четырех полнометражных фильмов под общей, как бы, темой апокалипсис. Вот. И очень скоро мы с Олегом, моим товарищем, другом, моим соавтором, с Олегом Негиным, месяца полтора продумавшие об этом, обо всем, перебрав все возможные идеи, пришли к тому, что это, конечно, будет не фильм-катастрофа, не что-то масштабное, вот такая локальная драма, которую вы видели, наверное. Наверное, видели. Елена. Вот. Это, пожалуй, единственный такой случай, когда инициатором событий всех был продюсер. Вот. Но это, строго говоря, не заказ. Все равно это не совсем то. Тем более, вот я слышу, как звучит вопрос ваш, заказуха. Это вы что-то имеете в виду, наверное, такое, как сказать, ангажированное и очень такое, скажем так, на злобу дня или что-то в этом роде. Да. Нет, мне это совсем не интересно. Я не делаю таких фильмов. Я делаю только то, что... А патриотическое кино? А тут уже надо разбираться с понятием патриотизма. Мне ближе понятие то, как его видит Лев Николаевич Толстой. Ну вот... Вот в этом смысле я нахожу фильмы, все свои фильмы патриотичные. Ну вот вопрос, исходя из этого. Очень трудно в настоящее время сделать честное кино, спрашивают вас. Честное кино? Ну, наверное, трудно. Наверное, трудно, да. И тем более, в особенности в последнее время, как-то вообще пространство свободы, творческой свободы схлопывается. Это, мне кажется, вы сами ощущаете. Цензура входит в свои права уже давно и так основательно. Так что, да, действительно сделать какое-то смелое высказывание или что-то такое, что затрагивало бы болевые точки нашей жизни, нашей с вами, да, очень трудно. Реально пробить такие замыслы очень нелегко. Продюсерам, которым ты предлагаешь такие идеи, а, как бы сказать, при всем даже желании сотрудничать с тобой, им трудно решиться на некоторые вещи. В зале вопрос. Антон, пожалуйста. Андрей Петрович, дорогие зрители, давайте поаплодируем. У нас первый вопрос из зала. Светлая девушка, ее зовут Анна. Я передаю микрофон. Я вот, к сожалению, не вижу зал совсем. А свет больше, дайте, чтобы было видно. Вот, вот. Тем более Анну хотим мы видеть. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в Смоленске. Спасибо, мне тоже приятно видеть вас. Вы бы сейчас говорили о своей картине «Елена». Она на меня произвела очень серьезное впечатление еще тогда, когда вы только ее сняли. И вы знаете, с первых кадров, я просто до сих пор помню, я ее не пересматривала, честно скажу. Но у меня возникла ассоциация с Тарковским. Там очень такая серьезная операторская работа, но почему-то ассоциации были такие. И отсюда вытекает вопрос. Ваши вообще все картины отличаются очень глубоким реализмом. Я знаю, что Тарковский для того, чтобы его достичь, мог сжечь корову, живую корову. Существует такой вроде бы факт. Не знаю, насколько он правдив. Как вы достигаете этого потрясающего реализма, который как бы в жизни даже многие люди живут иллюзиями и от него отказываются? Он просто у вас вырывается из всех картин и производит сумасшедшее впечатление в хорошем плане. Смогли бы вы сжечь корову, который сжигает? А Тарковский при чем здесь? Тарковский. Тарковский? Я объяснила при чем. Ну что же вы сразу в любую положение ставите режиссеру? Тарковский и... Вы хотели каверзных вопросов? Нет, ну это не тактичный вопрос. Зачем сравнивать режиссера с Тарковским? Я никого не сравниваю. Тарковский, Тарковский возникает. Хорошо, спасибо. Я услышал ваш вопрос, да. Спасибо. Тут ничего удивительного. Тарковский, что называется, это то, с чем я живу вот уже с первой своей картиной, то есть 17 лет. Кстати, между прочим, сегодня 6-го числа, ровно 17 лет тому назад, в 2003 году в Венеции, собственно, и было вот это событие, которое сегодня показали на экране. Приветствую. Да. Ну вот с тех, собственно, пор, я вернувшись, точнее так, в Венеции, да, где-то в первые числа сентября 2003 года была в «Коммерсанте» опубликована статья «Иваново и Андреево детство» о фильме «Возвращение». Автором был Андрей Плахов. Вот с тех пор, и он сделал эти параллели, 62-й год, первый фильм, дебютный фильм Тарковского, «Иваново детство». У нас в фильме «Иван, Андрей», тоже дебюты, тоже из России, и режиссера также зовут. В общем, вот эти вот все, что называется, рифмы или совпадения какие-то, они потянулись и до сих пор, в общем, тянутся вплоть до вашего вопроса. Вот. Вы знаете, некорректность этого вашего вопроса только даже не в сравнении, не в свечении, потому что я уже к этому привык. А в том, что невозможно предугадать и знать, что тебе выпадет, на что ты сможешь решиться. Однажды мне задали такой вопрос. Ваша этическая, как бы, внутренний ваш цензор, именно внутренний цензор, что никогда не позволит себе, значит, реализовать на экране? И вот я зачем-то всерьез думал о том, чего бы я никогда не снял. Вот. И даже ответил на этот вопрос, а в конце концов, спустя несколько лет оказался на съемочной площадке фильма собственного, где, собственно говоря, реализовывал то, от чего зарекался. Понимаете? Потому что, на самом деле, из этой точки ты не можешь предположить, что будет дальше. Какой замысел тебя посетит и какое требование будет предъявлять перед тобой. Вот. Это первое. Потому что диктует все, всю твою линию поведения и все твои, как бы, моральные, там, или этические моменты в выборе средств. Только замысел. И больше ничего. Вот. Есть какие-то вещи, о которых я слышал, как работают режиссеры, которые мне казались в свое время просто непозволительными или невозможными, совсем невозможными. Вот. И я понимаю, почему они были сделаны. И, пожалуй, что некоторых вещей я бы, например, не сделал. Я могу привести пример вам, если хотите. Есть желание услышать. Я не буду называть, конечно, ни режиссера, ни имени его, ни фильма. Но мизансцена, представьте себе, такая. И мне рассказывает об этом мой кастинг-директор, которого я впервые, вот, что называю... Это первый фильм «Возвращение» в 2002 году. Мы ищем актеров. И вот, познакомившись с ней, мы как-то разговаривали. И вот она описала такой случай, которому была, в общем, сама свидетелем. Режиссер подарил девочке, маленькой девочке, актрисе этого фильма, утром, в день съемки, флакон духов. Вот так, конечно, была счастлива девочка. И прямо непосредственно перед съемкой, выставив всю камеру, она, значит, напомнила ей об этом подарке и говорит, а где он у тебя? Она, вот он, вот он, этот флакончик. Отдай мне его. И разбила в глазах у девочки. Вот. Естественно, она расплакалась. И режиссер говорит, снимай, снимай, снимай вот это состояние. Вот. После съемки этого эпизода она вынула, как фокусник, значит. Не она, режиссер вынимает, как фокусник. Такой же точно флакон духов и возвращает. И вот она рассказала мне это и говорит, а вы будете как-то вот так с детьми? Вот там же так много сцен, где и Иван, и Андрей, ну и Иван плачет и так далее. Вот. И я так взвесил на весах это обстоятельство и понял, что какими угодно способами, но такими точно я действовать не буду. Что касается Тарковского и лошади, точнее не лошади, а коровы, потому что лошадь, если вы видели полную версию Андрея Рублева, это «Страсти по Андрею». Этот фильм, который длиннее того, той версии картины, которая вышла в прокат и увидели все, длиннее минут на 20 или может быть чуть более. Там есть еще более страшный эпизод, где погибает лошадь прямо в кадре. Вы видели, наверное, да? Вот. Я даже знаю, вот свидетель был рассказа самого оператора Вадима Юсова, когда он сказал, что вся группа разбежалась от страха с площадки, а я продолжал снимать, но только потому, что я смотрел в окуляр. То есть для меня это была реальность не, ну как бы сказать, как бы по ту сторону рамки кадра, что ли. Так вот, вот про эту лошадь очень много было разговоров, споров и так далее. Просто для ясности я хочу вам рассказать, не оправдывая ничуть, потому что я даже не знаю, нуждается ли режиссер в этом оправдании. Значит, корова была обмазана азбестом и подожжена. Ну то есть она не пострадала от огня, а стресс, конечно, шок у нее был. Вот как бы они даже думали о том, чтобы не было вот такого, что называется. Эффекта. Да, тут трудно. Я сейчас просто вспоминаю еще какие-то эпизоды в фильмах, вообще в истории кино. У Элема Климова, да, в «Иди и смотри», если вы видели фильм «Иди и смотри», там реально в кадре трассирующими пулями застреливают, стреляют, просто изрешетили корову, тоже корову. Было такое, мне рассказывал даже актер о том, как он, как он был сам в шоке, он стоял рядом с ней, она была привязана к бетонной какой-то опалубке, такой, чтобы не сдвинуться. В общем, ну или, я не знаю, вспомните «Апокалипсис Now», где просто одним махом огромного топора отрубают в кадре быку, голову и так далее. В кино огромное количество вот подобного рода материала. Я, отвечая на ваш вопрос, попробую сказать, что... Ну, одним словом, я не знаю, я не знаю, что... Ну, как режиссер, вы будете такое делать, провоцировать, чтобы вызвать живой интерес такой? Нет, ну для того, чтобы вызвать живой интерес, чтобы спровоцировать, да нет, ну вот, слушайте, ну пока я остаюсь, мне кажется, в берегах каких-то договоренностей с актерами. Вот, никаких... Если есть провокации, то только такие, ну как бы сказать, абсолютно, ну в берегах. Ну, скажем так, мальчик, вот, мальчик, которого вы сейчас видели, которого вы сейчас не видели на экране, прямо скажем, я сейчас говорю, ссылаюсь на фильм «Не любовь». Мальчик, который стоит в углу, когда его мать закрывает дверь на кухню, и мы видим его портрет. Вот, представьте себе, что этот эпизод снимался таким образом. Значит, в этот момент на кухне не происходило ничего. Вообще ничего. Ну, то есть, мы усадили там Лешу Розина на диване, с тем, чтобы в то мгновение, когда мы увидим, ну там, большой зазор между дверью и Косяком, и Женей, актрисой Марьяной Спивак, увидим какую-то расщель, но мы видели, должны были бы видеть актера, потому что он там в кадре. Вот, и вот Леша сидел там на диване, Розин, Марьяна входила в кухню, закрывала дверь, и там на кухне у нас была абсолютная тишина. То есть, весь день, этот съемочный день был посвящен вот этому плану, крупному плану мальчика. Мальчик не читал сценарий. Он вообще не знал, что происходит. Единственное, о чем мы с ним договорились, это вот о том, что, я вот говорю об этом так, что, ссылаясь на Александра Сергеевича Пушкина, значит, над вымыслом слезами обольюсь. Вот ему нужно было вообразить себе нечто, мы так с ним договорились, я говорю, представь себе что-то, о чем ты мечтаешь, ну вот о чем ты мечтаешь, заполучить какую-то там штучку, да. Вот вообрази себе, что это, но только по команде, по нашей команде, представь себе, что этого у тебя никогда не будет. Вот. И вот он, ага, понял, услышал. И так он сделал это 8 или 9 раз. Дубль за дублем. Там уже корректировали просто нюансы какие-то. Мне очень хотелось, чтобы он закрыл лицо рукой, и именно в определенный момент это бы сделал и так далее. То есть, это фактически, могу сказать, техническая работа. Это жест, который сам за себя говорит. Вот так. Так, возвращаемся к жизни. Давайте. Андрей Петрович. Действительность в ваших фильмах в основном безысходная. И мрачная. Неужели нет надежды как-то что-то изменить к лучшему? И снять что-нибудь светлое? Угу, я понял, да. Любимый вопрос. Я его обожаю. Значит, вот смотрите, какая история. Есть такая работа со зрителем, которая предполагает, как бы сказать, которая предполагает возможность поставить сложные вопросы перед человеком, перед аудиторией, на которые нужно отвечать, вопросы, на которые нужно отвечать только самому. То есть, вместо тебя режиссер или автор не ответит на эти вопросы. То есть, другими словами, когда в финале картины ты даришь утешение или, скажем так, я это называю такой навокаиновый, что ли, укол, что тебе сказать, все будет хорошо. Что все на самом деле хорошо. И в тебе есть ресурс, как в этих героях, которые в финале, например, преобразились бы. Если мы сейчас вспомним фильм «Нелюбовь», да? Вот. И в таком случае происходит следующее. В таком случае зритель, как бы, делегирует свою ответственность перед связями с близкими, перед самим собой делегирует этим персонажем экранным, понимаете? Он как бы говорит, а, ну и я так смогу наверняка, понимаете? Такое утешение, которое на самом деле такой, ну такая пилюля обезболивающая. Вот. Мне кажется, что это такой вот подход, подход, не дающий этого разрешения, он гораздо сильнее работает в нас, ну в нас, в зрителях. Вот так я смотрю на это. Еще хочу добавить, вот смотрите-ка, есть также, можно так сказать, два, что ли, взгляда на то, каким должно быть, как должно быть устроено драматическое повествование, или там персонажи, характеры, к чему они нас должны влечь, или как бы кем должны являться. Первый путь – это рисовать человека таким, каким он должен быть и призван быть, да? Создавать некий такой идеал. А есть другой путь, и он говорит о том, или стоит на тех основаниях, о которых можно было бы сказать, что это рассказ о том, каким человек является, какой он есть. Вот. Без этого, без этого, что ли, возгона такой, как бы, мечты, мечты о человеке. Андрей Петрович, у нас вопрос из четвертого ряда. Я представляю вам Наталью. Добрый вечер, Андрей Петрович. Добрый. Сразу оговорюсь, что к вашему творчеству отношусь с большим уважением. Но вопрос каверзный, как вы сказали. Не кажется ли вам, что западные награды, будь то венецианский лев или поэтические крупные поощрения, выдаются тогда, в последнее время, скажем так, чем сильнее ты вскрываешь нарывы российского общества? Я сейчас поясню, о чем я говорю. Это и Бродский, это и Солженицын, это и доктор Живаго Пастернака, которые были оценены, да, вот таким образом, и Тарковский. И вот вы себя не в этот ряд ставите, скажем так, чем, ну не могу сказать хуже, а альтернативнее вы показали Россию, тем вы больше претендовали на вот такого рода награды. Потому что, выйдя с вашего фильма, в свое время «Левиафан», мы с родителями очень долго спорили. Так снимать можно, если ты любишь свою родину, и ты хочешь исправить все, что в ней творится. Или так снимать нужно, когда ты не любишь ее, и я хочу об этом заявить. Спасибо. А кто задал вот такую тональность? Серьезные зрители. Это я попросил каверзных побольше вопросов? Да, это я сказал. А, это вы. Это вы. Да. А что, да неинтересно, что так сидеть? Ну да, и неинтересно, иначе-то чего. Да еще трезвые все. Да. Да. Как вы сформулировали этот вопрос? Насколько я помню, услышал, ставлю ли я себя вот в один ряд с такой линией поведения, да, выбором? Ну, первое, конечно, нет. Я не ставлю себя в один ряд с Бродским, Алексеевичем или Пастернаком. Это было бы очень нескромно. Солженицем и так далее. Это вы уже так интерпретируете. Вы, в смысле, не вы лично, а вы зрители. Однако, хочу сказать вот что. Это не стратегия поведения или выбор такой пути, который взвешивается на весах. Думаешь, так, наверное, надо что-то такое предпринять, какую-то такую тактику, чтобы посыпались призы иностранные. Уверяю вас, можете доверить моим словам или нет, что такая тактика, такой путь никогда ни к чему тебя не приведет. Потому что там, где сердце твое, там, где твой искренний голос, там и случаются события, важные для многих. Я уже начал с этого сегодняшний вечер, что я люблю свою Родину. Я уже устал об этом повторять. Просто моя любовь, видимо, так выглядит и так странным образом рефлексируется обратно, зеркально, что я уже даже не знаю, стоит ли мне добавлять что-нибудь к этим своим словам и своим интенциям. Хорошо. Если вы вспомните, ну, как бы сказать, эталонную меру, что ли, да, взгляда на реалии, там, 19 век, русская литература, вы вспомните «Мертвые души», что, говорит Николай Васильевич Гогольд, рассказывает о наших с вами современниках, но только если бы мы с вами жили там рядом с Коробочкой и прочими Чичиковыми, да, что рассказывает нам о нас самих Салтыков-Щедрин, что он тоже Нобелевскую премию хотел получить, и один, и другой. Нет, они просто видели, как устроена здесь жизнь, как устроен человек, и все, и только. Они сбросили однажды с себя, с глаз, розовые вот эти очки, мечты о человеке, ну, правда, у Гоголь в последние годы жизни как-то вдруг приодел их снова, да, помните? И помните это письмо Белинского после выбранных мест из переписки с друзьями, да? Вот, тоже своего рода такое заблуждение. Я солидаризируюсь с Белинским, а не с Гоголем. Вот, потому что в первом томе «Мертвых душ» он сжег сердца, как завещал Пушкин, глаголом сжег сердца людей, рассказывая о том, что они и как они живут, что их окружает, да, какое бытие, что они творят вокруг себя. Вот, так что, ну вот если так случится, что ну, впрочем, нет, сейчас не обратные перспективы, не может быть, не перспективы вперед. Мы говорим о сегодняшней точке. Я хочу вам сказать, что мне очень странно, что зрители спорят об этом, потому что фильм «Левиафан» весь посвящен и пропитан тем нетерпением и, как бы сказать, жаждой справедливости по отношению к человеку. Неужели это не очевидно? Вот это для меня, правда, курьез какой-то. Вообще все, что случилось после, в пятнадцатом году, когда картину вывалили, значит, в интернет, и все то, что следовало после, для меня был просто шок. Так, я не понимал. Я думал, что я живу в другой стране. Я думал, что я живу среди людей, которые также согласны со мной, слышат и понимают, что происходит. Вот. Вот такой мой ответ. Так, давайте немножко переключим внимание или все, а более такой вопрос другой. И вообще, что за времена пришли, когда нужно кровью расписываться под словами о том, что ты любишь свою родину? Что это такое? А людям интересно. Что за... Что с нами происходит? Им кровь хочется. Они вновь... Еще раз. Что? Кубанские казаки. Два. Хорошо. Давайте вопрос. Какое самое сильное впечатление от своего детства вы вспоминаете еще? Свои воспоминания от детства? Воспоминания от детства? Да. Вы слушайте, ну это... Если я на такие простые вопросы долго отвечаю, то... Ну, воспоминаний с детства их много, слишком. Я даже... Я даже не знаю, что первое может прийти на ум. Хорошо. Андрей Петрович, фильм «Нелюбовь». Я помню, воздух был чистый, и люди как-то светлее. Вот это я точно помню. Я, кстати, давно еще посоветовал, посоветовал еще Познеру, помню. Это было в 11-м году тогда же. У меня была встреча с Познером, у нас был диалог на телевидении. И я там вспомнил один фильм, вот верну вас опять к нему. Это фильм 71-го, по-моему, года, называется «Я и другие», по-моему. Документальный фильм «Кейв наущий фильм». Такой действительно научный эксперимент над детьми и студентами. Там дети в школе им предлагают некие эксперименты психологического такого, значит, толка. И студенты, студенты высших вузов каких-то. И вот весь этот фильм, он об одном, но сквозь строки там ты наблюдаешь, просто видишь этих людей. Я увидел картину в 10-м году, в 2010-м, а фильм 71-го. То есть 30 лет прошло с тех пор. Мне самому было там 35-36. Но я отчетливо помню это время. Я узнавал себя и тех людей. Вот тех людей, которые населяли это пространство. Вот. Посмотрите на фильм вот именно в этом аспекте. «Киев наущий фильм», «Киев наущий фильм», 71-й год, «Я и другие». Просто посмотрите, какие существа мы, какие мы были люди, интересные. И вот эта перемена невероятная, вот эта настороженность, разобщенность, агрессия, хайп. И вот это все, что нам сейчас, просто вот, как сказать, то, чем мы дышим, конечно, это совершенно изменились обстоятельства. Человек изменился. То есть я наблюдаю изменения человеческого вида, почти наверняка меняясь сам, естественно, потому что время идет. Вот. Но как-то... Сейчас это будет выглядеть очень странно, если я скажу, что, дескать, к сожалению. Я вовсе не ностальгирую по советским, советским, значит, этим нашим прелестям, вот. Но интересно быть, но интересно быть, но интересно быть, но интересно быть свидетелем этих изменений, наблюдать это, видеть, как это, как это происходит. Правда. Давай. Вопрос, Антон. Подговорил девушку. Встаньте, пожалуйста. Красивая. Андрей, я руководитель киноклуба «Трафик», нашего Смоленского единственного киноклуба. Меня зовут Ольга, и огромное спасибо вам за ваши фильмы, потому что я думаю, что все члены нашего клуба ко мне присоединятся. Мы обсуждали Левиафана три месяца после того, как он таким, ну, невообразимым образом появился в сети и собирали деньги, потом перечисляли на этот фильм, потому что, конечно, это, в общем-то, был такой, ну, можно сказать, тогда непрокатный вариант. Я хочу сказать, что он поднял огромное количество вообще вопросов, люди смотрели, плакали, возмущались, это было вообще что-то, это была бомба, честно вам скажу. Как человек, который, и, в общем, вопрос мой вот в чем состоит. Я занимаюсь тем, что эти фильмы, в общем, пытаюсь каким-то образом толковать, интерпретировать. У меня всегда приходят люди и говорят, расскажи мне, пожалуйста, про что это кино. А какое у вас образование, девушка? Филологическое и киновед. Таким образом, я хочу вас спросить, нужно ли вообще толковать фильмы? Или, вот, например, после нелюбви, когда я вышла, я буквально, не знаю, полтора часа ходила и не понимала, где я вообще нахожусь, в каком я нахожусь пространстве. Я все время находилась в пространстве фильма. Нужно ли человеку после просмотра фильма его обсуждать? Не является ли это каким-то тоже, ну, что ли, подсказкой ему или там психологической помощью? Потому что все-таки фильм он должен пережить. А мы после фильма сразу начинаем это обсуждение. И, в общем-то, ну, мне кажется, он еще не успевает, может быть, человек, как-то осознать вообще пространство фильма. Хорошо, понятно, понятно, понятно. Спасибо. Мое так мнение, что, конечно, обсуждать, если нуждается кто-то и задает вопрос, подскажите мне, что я увидел, то, конечно, нужно попробовать ему помочь, подсказать. Вот, собственно, кинокритики этим и занимаются. То есть, по сути, они такие, как сказать, вороги кино. Как? Вороги кино. Нет, не враги кино. Нет, они могут ими обернуться. Вот, но кем они должны быть, мне кажется, призваны быть такими, как бы, спутниками. То есть, людьми, которые подсказывают, куда смотреть, ну, как бы, дают возможность увидеть фильм, вот, проложить какие-то тропы к смыслам, которые зритель по каким-то причинам вдруг не уловил. Вот. Ну, и также и подобного рода обсуждения. Ведь если киноклубное движение существует, значит, это же кому-то нужно. Это ужасно. Вот. Нет, но если оно есть, слушайте, почему бы нет. Поговорить все любят. Одно, одно но хочу сказать. А? Что? Да. Громче. Антон, девушка что-то хочет сказать. Нет, подождите, я просто не договорил, я хочу ответить. Это очень важный момент. Важный. Бывают такие фильмы, после которых ты сразу готов говорить. А бывают фильмы, после которых обязательно нужно молчать. Вот просто ничего не говорить. Совсем. Не говорить, не слушать. Потому что, может, настройка, вот этот тон, который в тебя, когда фильм в тебя вошел, он начинает там распускать свои лепестки эти, да? И он оживает там в вас. Вот. Вот в этот момент лучше не говорить. И таких событий у меня, в моей жизни было много. Именно я ловил себя на том, что человек, с которым я пришел посмотреть, скажем, это я вот никогда не забуду, фильм «Приключения», который для меня является фундаментальным фильмом, да? Изменившим мою судьбу вообще. «Приключения» Антониони. Мы пришли, у нас были планы какие-то с моим товарищем во ВГИК, это мы пришли, он там учился, а я контрабандой в этот актовый зал попал, посмотрел фильм. Не ведая ничего, не зная о нем, не об авторе, я не знал, кто такой Микеланджело Антониони, я просто слышал, что какой-то есть такой итальянский режиссер. Вот я вот досмотрел фильм, вышел, и я помню, как в вакууме в каком-то он мне что-то говорил, а я был как в состоянии Гроги, боксер. Вот я был абсолютно раздавлен этим фильмом и не хотел ни о чем говорить, я не хотел никуда идти и так далее. Такие события были еще не раз. Там, я не знаю, «Красота по-американски», например, Мендес, тоже меня просто... Да и таких событий было действительно много. Вот когда выдержано это, настояно, отстояно, как, там, я не знаю, хорошее вино или, там, я не знаю, вдруг, как бы, скрепилось все в тебе, и в тебе появилась твердость твоего, твоей интерпретации, твоего видения, вот тогда можно говорить. И в этом смысле, если киноклуб у вас устроен так, что люди пришли, увидели картину, погас свет, закончились титры, и вы стали тут же... Ну, что вы тут увидели, это, конечно, не тот путь. Мне кажется, нужно, как бы, как сказать, за шагом. Вот увидели фильм, а обсуждаем позавчерашний. Ну, или кто-то не хочет говорить, уходит. Ну, вот так. То есть, это очень важно, потому что это... в этой интимной глубине рождается, на самом деле, фильм. Я всегда говорю о том, что не только мы смотрим фильмы, но и фильмы смотрят нас. Я люблю эту фразу, потому что фильм рождается в голове, в сердце, в душе. Ставьте сюда, что вы хотите, через слэш. Того, кто смотрит. Вот пока он на экране разворачивает свои мизансцены, и эти тени мелькают на экране, эмоциональные или тишайшие и так далее, это все пока только возможность, только возможность, чтобы фильм осуществился. Осуществляется он в голове смотрящего. Давайте сделаем паузу, помолчим и посмотрим ваш небольшой фильм. Как он называется, помните? Тайна? Да. Я только надеюсь, что качество другое. Ну, из интернета брали, вы же не привезли с собой. Посмотрим. Это же киноклуб. Надо пять минут. Давайте, если будет совсем плохое качество, мы лучше продолжим беседу. Хорошо, давайте посмотрим фильм, помолчим. Нормально, выключаете кинок. Ничего страшного. Что-нибудь хотите сказать? Второй раз извиняться за качество я уже не буду. Не надо, это фестиваль предполагает. Хорошо, что мы посмотрели, правильно? Значит, мы же не понимаем, что происходит. Ну, я надеюсь, что понятно было, что там происходит действительно. Ну, конечно. Вопросы из зала есть еще? Буду продолжать записки каверзные читать. Давайте, вставайте, девушка. Вы же задавали, по-моему. Ну, сколько можно? Что бы другое спросить? Абсолютно другое. Давайте. Ну, недолго. Хорошо. Я знаю, ну, наверняка уверена, что вы следите за театральной жизнью Москвы. Да? Ну, так сказать, чтобы вот я был там прилежным театралом, вот вряд ли. Но вдруг, хотя вчера был на премьере, можно сказать. Позавчера. Года три назад шумел спектакль, который назывался «Машина Мюллер» в Гоголь-центре. Режиссер Кирилл Серебренников. Не знаю, видели, не видели, может быть, слышали. Так вот, у меня два вопроса маленьких к вам в связи с этим. Александр Калягин сказал такую фразу. В театре и в кино возможно все, что угодно. Главное, чтобы это, первое, не было скучно. И, второе, чтобы это не было пошло. Вот в контексте этих слов, и как вы относитесь вообще к творчеству Серебренникова? И что вы себе никогда не позволите в кино? Да я же уже отвечал на этот вопрос. Практически на него же я отвечал, что я не позволю. Ну, слушайте. Но первое и главное, я, конечно, не буду давать никаких комментариев о коллегах. Это неверно, просто совсем неправильно. Поэтому высказываться на этот счет насчет спектакля «Машина Мюллера» я не стану. Вот. Калягин, да, сказал, наверное, фразу, которую мы все знаем, что главное, чтобы это было нескучно и непременно талантливо и не пошло. Но, согласитесь, пошло – это такое понятие, которое, в общем, каждый для себя сам определяет, его очертания. Поэтому тут с уверенностью сказать, а кому-то, например, какие-то развеселые вещи на телеэкране, например, не доставляют никакой радости. Вот. Бывает такое, согласитесь. Диву даешься, вся страна хохочет, а тебя даже как-то не заставляет улыбнуться. Поэтому это все очень такие вещи, что называется, вкусовые. Вот. Ну вот. Больше даже добавить-то нечего. Я просто хотел сослаться на то, что… Хотя нет, это не имеет значения. Это Андрей Петрович. Нет, 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 не стоит. Не отвлекайтесь. Просто однажды, я знал это как, ну, аксиому, что ли, высказываться о режиссерах, театральных или кинорежиссерах может, как бы сказать, кто угодно, кроме коллег. Но это, вы знаете, врачи по большой тайне могут тебе сказать, что, вы знаете, та методика лечения, которую вам предложили, конечно, она из рук вон плоха, но неверная. Надо по-другому вас лечить. Я не, ну, с трудом представляю себе такого врача, понимаете. Даже в интимной какой-то, ну, как бы беседе на двоих, это этически непозволительно. А уж здесь, что называется, когда огромная аудитория и говорить о своем коллеге только хорошее можно. Тем более, слушайте, я бы сказал про Кирилла, ему досталось сейчас так, что его только поддержать нужно. Потому что я убежден, абсолютно убежден, что, как бы сказать, там нет состава преступления. Я знаю, что это такое, просто знаю изнутри. И я вижу, как горит Кирилл, как он делает свои спектакли, как он делает их в огромном количестве. Ему просто не до того, чтобы там чего-то там делить, какие-то деньги. Вот правда. Я в этом вот кровью подпишусь. Я знаю, что он не тот, вот, за что его судили целый год. Тут чистой воды такая. Какая-то политика или что-то там личное. Андрей Петрович, поделитесь, пожалуйста. Назовите пять фильмов, которые, на ваш взгляд, должны увидеть каждый. Ох, пять, я боюсь, это очень мало. Обычно просят десять. Вот. Но не скромно. У меня, знаете, есть список целый. Там огромное количество фильмов, которые меня в свое время когда-то там потрясли. И где его уйдет? А он есть, я думаю, что если вы вобьете куда-нибудь в Google какой-нибудь или Яндекс список Знягинцева, и это вот, собственно, он и есть. Другого нет. Там, ну, наверное, ключевые фигуры для меня, важнейшие фигуры, конечно же, это Антониони, конечно, Брессон, конечно, Бергман, конечно, Курасава, Эрик Ромер там же, братья Дарден. Вот не помню в этом списке, это давно составлялся список, я еще не был знаком так плотно и сильно не выступил еще. Вот режиссер, которого я просто считаю просто могучей фигурой в мире кино сейчас, это Пол Томас Андерсон. Я не знаю, видели ли вы его фильмы «Нефть», «Мастер» или вот «Тонкая…» Нет, «Призрачная нить», последняя его картина. Потрясающий фильм. Ну вот. А наши российские? Наши российские, наши российские, все известны. Ну, например. Атария Селяни, Андрей Тарковский, Герман для меня просто фигура важнейшая, Алексей Герман Старший. А кто еще? Ну, есть какие-то фильмы, которые в свое время произвели мощное впечатление. «Марлен Хуциев», фильм «В огне брода нет». «Памфилов», 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 «Конечно». Ну вот. Ну вот, вот такие имена. Или монолог режиссера, питерского режиссера. Господи, монолог. Напомните имя. «Авербух». Ну вот. То есть, это надо как-то сесть и сосредоточиться. Наверняка их больше. Или, скажем, «История Аси Клячиной», которая любила, да не вышла замуж потому, что «Гордая была». Совершенно фантастический фильм Кончаловского. 60-х годов. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, какова судьба ваших фильмов о войне? Разве снимали что-нибудь о войне? Есть, конечно, фильмы, которые зрители еще не видели. Вот, в частности, вот этот фильм «Тайна». Наверное, как я предположил, вряд ли найдется зритель в зале, который видел эту картину. Но так, чтобы снять незаметно фильм о войне, это надо сильно постараться. Нет, к сожалению, это тот замысел, который у меня так вот до сих пор, что называется, лежит на сердце и на столе. Но пока трудно представить себе, когда он будет реализован. А в особенности сейчас, в это время, когда? Вот уже полезли в вашу личную жизнь. Надо же. Как вы считаете, совместимо ли большое творчество и счастливая семейная жизнь? Как это совместить? Может ли великий режиссер принадлежать одной женщине? О, как загнули. Про великих режиссеров не знаю. Точнее, знаю. Но вот, скажем, Бергман буквально месяц назад, что ли, вот недавно, я посмотрел документальный фильм, новый, совершенно новый фильм о Бергмане. Вот уж не принадлежал никому, кроме своих фильмов. Вот, там как раз об этом в подробностях, в деталях рассказано. Вот. Фильм о Бергмане, я не помню, как он называется. Вот он буквально, ну вот, год, может быть, полтора тому назад вышел. Ну, совершенно новый такой взгляд на него, такой беспристрастный и очень такой отчаянно честный. Ну, и, конечно же, я думаю, что, как бы, ну, кто, слушайте, просто эти люди на виду, вот в чем дело. А живут они абсолютно такую же жизнь, как все мы с вами. Так, хорошо, в зале вопрос появился. Здравствуйте, Андрей. Хотелось бы задать вам вопрос, непосредственно от вас. Держи микрофон. Непосредственно от вас услышать. Сейчас есть, над чем-то работаете, и если нет ничего, то как справляетесь с этим без работы, скажем так? На что живете? Да. Да, может быть, даже... На что живу? Живу на остатке, что называется, от прошлых. Есть вопрос, когда следующее кино... Сейчас, сейчас я попробую сформулировать. Нет, мне, я не знаю даже, как ответить, когда следующий фильм. Я не знаю, вы, наверное, в курсе, или, может быть, по этой причине задаете вопрос, что у нас был проект запущен в марте месяце прошлого года, то есть, 19-го года, в феврале, в марте. Вот, и довольно длинный путь мы прошли, реализуя этот проект. Это был длинный такой, как сказать, подготовительный период. Вот, и в конце концов он завершился. И причина ускользает от меня, на самом деле. Хотя, может быть, когда-нибудь я смогу достоверно узнать, что же там случилось. Но, в общем, продюсер отказался от этого проекта. Это случилось буквально незадолго до пандемии. Причем не пандемия вовсе была причиной, и так далее. Потому что это... Мы расстались 2-го декабря прошлого года, 19-го. Вот, и начиная с января, мы очень активно пытаемся реанимировать, вернуть к жизни этот проект. Вот это тот проект, который я очень хочу делать. Очень он важный и очень нужный. И очень такой... Есть над чем, что называется, копья ломать. Опять ругать будете Россию? Нет, нет. Зачем же? Кто заслужил порицание? Нет, нет. Причем здесь? Нет. Я думаю, что мы сейчас все, на самом деле, переживаем ощущение такой растерянности, согласитесь. Просто выбила из колеи, конечно, вот эта ситуация с пандемией, с этим. И по экономике ударила, и по нам самим, по нашим кошелькам, что называется. И по нашим связям, и отношениям, и рабочие какие-то будни у всех свернулись наверняка. Вот примерно тоже было и со мной. И поэтому вот это ощущение, как бы, потерянности легкой, оно присутствует. Да. Слава Богу, у меня было чем занять себя вот в эту самоизоляцию. Я очень интенсивно работал над книгой, которая выйдет, я думаю, до конца этого года. Обещали, грозились в сентябре, но я вижу, что еще верстка не началась, поэтому, в общем, я думаю, что где-то ноябрь-декабрь. Мы нам очень надеемся, что выйдет книжка. Да и рано еще воспоминания. Подождите, какие воспоминания? О чем? Нет, эта книга давно была замыслена и сделана. И это не книга в том самом виде. То есть, короче говоря, это большой, развернутый, я бы даже сказал, огромный разговор о Левиафане. То есть, это 6 дней по 6-7 часов каждый день мы встречались с автором этой идеи, и я рассказывал о каждом кадре, в буквальном смысле о каждом кадре фильма. Я даже не мог себе вообразить, что с такой подробностью и такой перфекционистской какой-то детализацией вот автор Максим Марков будет, значит, меня пытать по части того, как мы делали эту картину. И это, конечно, скажем так, очень, как бы в профессиональном ключе, это очень подробный, почти, скажем так, рассказ для разговора с людьми, которые делают кино, вот скажем так. То есть, я не знаю, насколько это будет интересно аудитории, просто зрителю, но, может быть, тоже интересно заглянуть на кухню, что ли, как это все делается. Ну, разговор был... Я три месяца редактировал эту книгу, и вот, наконец, закончил. Начав в апреле, я закончил ее где-то вот в конце июля. Так, в зале есть еще вопрос? Этим я был занят, и это мне помогло, что ли, отвлечься от всех этих событий и терзания. Ну, параллельно, конечно, мы занимались этим, о чем я сказал, реанимировали проект. И пока мы еще в этом фарватере, что ли, движемся, и очень... Кушать хочется. Есть некоторые... Вы про ужин? Нет. Есть некоторые... Как вы сказали? Есть некоторые основания полагать, что мы встанем на ноги и все-таки осуществим этот проект. Удачи. Может, деньгами помочь? Слишком много денег потребуется. Поэтому продюсер избежал. Так, еще вопрос давайте. Здравствуйте, Андрей Петрович. У меня такой вопрос. Сейчас для того, чтобы стать режиссером, нужно ехать в Москву, поступать в ведущие вузы и учиться именно там. Но мы знаем такой пример, как Александр Сокуров недавно, ну, относительно недавно, набрал свой курс в Нальчике. И уже его ученики, например, как Кантемир Балагов, уже получают высокие награды на кинофестивалях. Скажите, пожалуйста, хотели бы вы набрать курс в региональном городе? В Смоленске? В Смоленске, да. Спасибо. Ну, мне очень понравилось, как вы сформулировали ваш вопрос. Вот в той части, где вы говорите о том, что вот, дескать, Кантемира Балагова поступил к Сокурову, и вот теперь он уже получает награды. Вы выстроили такую линию, как будто человек идет в кино для того, чтобы, наконец, их получить, эти награды. Я думаю, что тут вообще другой случай. Балагов просто любит кино и мечтал его делать, и рано созрел, что ли, для стиля, для кино, которым он сейчас занимается. Вот. И, конечно же, не для наград. Вообще говоря, это заблуждение и прессы, и аудитории, и обывателя, скажем так, человека, который совсем не знает, как устроен механизм творчества. Он не понимает, что люди делают фильмы для другого. Вот. Совсем для другого. Я не знаю, прямо отвечая вам на вопрос, сомневаюсь, что я буду этим заниматься, по крайней мере, в какое-то обозримое такое ближайшее время. Слишком много дел и забот и со своими проектами, вот, и со своими замыслами, и... А это требует какой-то, ну, невероятной отдачи. Ну, то есть, это же надо не просто возглавить курс, дать ему свое какое-то имя, да, а просто заниматься с людьми. А это очень ответственно. Во-первых, потому что, и это главное, я почти убежден, что, как бы сказать, для этого нужно иметь свойства характера, натуры, о которых можно было бы сказать, как о педагогическом даре. Это когда ты не навязываешь то, каким должно быть кино по твоему мнению, а когда ты смотришь и видишь, что вот в этом человеке, который делает что-то совсем не так, как ты бы хотел, или как тебе это нравится и кажется правильным, но ты видишь в нем его собственный талант, его собственный дар, и его пестуешь и помогаешь ему в этом. Вот. А это, согласитесь, это работа, это просто большая работа с людьми, с другими людьми. Вот я пока такого не вижу в себе дара. Последователей пока не хотите. Учеников не хотите, последователей своего творчества. Это действительно похоже на творческий вечер, такого, знаете, как бы сказать, о человеке, который вот-вот сядет уже мемуары писать, как вы говорите, в воспоминания. Но рано еще, рано, я думаю, что... То есть вы читаете рано? Рано, рано, говорить о последователях. Дай-то Бог самому разобраться, куда ты идешь. Так, следующий каверзный вопрос. Водички попейте. Андрей. Уважаемый Андрей Звягинцев, безотчество. Почему называется вечер вопросов и ответов? Вам что, нечего от себя сказать? Замечательный вопрос. Собственно говоря, мне кажется, что отвечая на вопрос, ты говоришь от себя. А как же иначе? Так, значит, ну вот такой вопрос, наверное, не всем будет понятен. Сильно ли отличается финальная версия фильма от Черновой? Насколько сами вы решаете это при монтаже? Насколько сами? Ну, конечно, сам, без сомнения. Потому что это же авторское кино. Это не коммерческое кино, где наваливаются на... Как это называется? Мозговой штурм. Продюсеры сходятся. Все исполнительные, креативные, там, не знаю, генеральные. И решают судьбу того или иного эпизода. Но продюсер может вмешаться и сказать, так делать не будем? Нет, это исключено. У нас нет ни редакторов. У вас конкретного случая? Нет, у нас нет. Нет, я вот... Я рассказываю, как у нас. Ясно. Часто продюсер берет фильм, говорит режиссеру спасибо и перемонтирует. Нет, это исключено. У нас Final Cut. И об этом мы договорились. И со всеми продюсерами, с кем мы работали, мы договаривались о том. То есть наше, как бы сказать, основание для... Нашей общей работы и наших отношениях, это, как бы, невмешательство в творческий процесс. Полное и исключительное. Просто невмешательство. По первой профессии, как вы говорили в одном из интервью, вы актер. За чего докатились до режиссера? Зачем? Смоленск. Значит, докатился. Как Колобок в той сказке. Значит, докатился. Ну, вот вам расскажу. Так. Значит, я обожал театр. С самых детских, там, с малых лет. Я поступил в театральное училище на актерский факультет. Мне было 16 лет. Еще в 15 за год до того я пошел в театральную студию. Я просто не видел себя друг на другом месте. Настолько я был влюблен в театр, сцену и так далее. И вот представьте себе, в последний раз я вышел на сцену в театре. Я точно не вспомню, какой именно был спектакль, потому что мы несколько лет играли параллельно два спектакля. То есть много лет это были антрепризные спектакли с одним и тем же режиссером, с Володей Агеевым. Это был «Месяц в деревне», где я играл Беляева. И «Игра в классики» Хулио Картасара. Это роман его, адаптированный для сцены. Вот эти два спектакля, я очень любил их и играл их до лета 2002 года. Вот в 2002 году я вышел, скажем так, в мае на площадку, сыграл спектакль, собрал вещи через неделю-две и уехал в экспедицию снимать фильм «Возвращение». То есть, по сути, вот со сцены я сошел по другую сторону камеры, в буквальном смысле через месяц после последнего представления. Я подчеркиваю последнего, и недаром начал этот ответ с того, что я обожал театр и себя не мыслил по-другому. И вот после возвращения из экспедиции, где мы снимали фильм «Возвращение», это 2002 год, осень, я больше не вышел на сцену ни разу. То есть, это перебило все. Вот эта магия, это волшебство, созидание, создание вот этого, как я говорю, актер населяет мир, а режиссер тот, кто его создает. И вот это вот счастье и радость созидания, создание пространства, создание чего-то того, что было только на бумаге или в голове, и вдруг оно становится реальностью, это ни с чем, ни на что не применяешь. Возвращаясь к фильму «Возвращение», какая судьба, вот погиб один из героев, в двух словах можете сказать об этом? Рассказать об этом? Ну, в двух словах, наверное. Интересно, знаете, эту историю? Да, ну вот Володя Гарин, который играет старшего брата Андрея и Ивана Добронравов-Мелкого, одному было 12 на момент съемок в июне. В июне, 25 июня 2002 года мы стартовали, снимали первый кадр. И вот представьте себе, ровно через год, именно в эту же дату, 25 июня, Володя Гарин утонул. Ему было 15 лет, по-моему. 15 минуло. Вот. У себя на даче он со своим товарищем выплыл на резиновой лодке, на середину озера, причем небольшого озера, Осиновецкое. Вот. Небольшое озеро в том смысле, что все берега можно увидеть. Там и глубина-то была, по-моему, что-то не то, 4 метра. Его нашли на дне, в середине озера. Вот. Он нырнул с этой лодки, был один на лодке, а товарищ его остался на берегу и не выплыл. Вот такая судьба. Спасибо. Так, последний вопрос, девушка. Только скромно давайте. Я много работаю с детьми, и вот у меня как раз такой вопрос. Андрей, вот в детстве какие-то фильмы на вас тоже повлияли наверняка, да? Сильное впечатление произвели. Вот сейчас существует такое мнение, что детям не надо показывать сложное, какое-то тяжелое кино. Например, учителя отказываются показывать детям белый, белый, черное ухо. Говорят, что они не будут спать, и потом на них напишут родители различные жалобы. Вот как вы считаете, такое кино, ваше кино, оно сложное, взрослое, тонкое, умное и глубокое. Что для ребенка сейчас? Неужели ему тоже нужно показывать всегда только доброе кино, только то, которое его будет смешить, и которое, ну, в общем-то, тут же забудется после того, как ребенок выйдет из кинотеатра. Вот есть ли у вас на этот счет мнение какое-то? С какого возраста можно сложное и глубокое кино показывать? Я бы не взялся отвечать на этот вопрос, потому что боюсь ошибиться, я не профессионал в этом деле, я не психолог, не детский психолог, и мне было бы безответственно что-то такое сейчас рассуждать на эту тему. Но я помню себя, свои детские впечатления. Я помню того же Белого Бима или Чучела, вспомните, вот ровно когда нужно было его смотреть, тогда и мы посмотрели, узнали, что такое в школе травли. И ты, будучи даже как бы мелким еще совсем, тебе там 14-13 лет, я не помню, сколько мне было, когда мы смотрели Чучела, ты просто выбираешь сторону, ты со всей очевидностью выбираешь позицию, что ты не можешь быть вот таким, да? Вы помните этот фильм, Чучела Быкова, Орлана Быкова, фильм, где Никулины и дочь, да, Арбакайте, играет дочь Пугачевой, да, Аллы Борисовны. Вот, но еще какие-то события не было в моем детстве, а я родился давно, в 64-м году, представьте себе, мне было 14, соответственно, в начале 70-х, 80-м году, да, какие-то были фильмы, которые прорывали все-таки экран. И не было этого ценза, как сейчас, 0+, там, 6+, 8+. Мне интересно, кто решает эти вопросы, насколько они компетентны, эти люди, которые ставят 16+, там и так далее. Но, коль уж такая система у нас сложилась, значит, так тому и быть. Однажды, я помню, я пришел, приехал в Новосибирск к себе на родину на премьеру фильма «Нелюбовь», вот, и вышел также на сцену и не успел начать представлять картину, как увидел во втором ряду или в первом сидит мальчик лет 12, вот, рядом с ним мама. Ну, потом выяснилось, что мама, я говорю, подожди, а ты тут что делаешь? Он, ну, вот, я здесь. Ну, и она вступила из-за него и говорит, что не волнуйтесь, это моя ответственность. Ну, говорит его мама. Я говорю, вы же не видели фильма, там есть две деликатные сцены, ну, и так довольно жестко для ребенка. Вот. Ну, и, в общем, она как-то сказала мне, это ее решение. Вот, я склонен думать, что это было бы, наверное, это единственный верный путь. Другой вопрос, что родитель должен знать, наверное, с чем столкнется там его ребенок, наверное. Ну, у меня нет, ну, это еще никакого совета. Одно могу сказать, что в детстве у меня была мощнейшая такая сильная травма. Я прочел книжку, точнее, мама мне читала ее, мне было 4, может, 5 лет, наверное. Она прочла книжку, вроде бы, даже Дед Гис какая-то, совсем детская. Ну, то есть это 68-69 год. Вот. И там что-то такое с собакой. Вот. Насколько травматично было, что я просто задыхался от слез. Вот. И она, естественно, забеспокоилась, вот, и даже там советовалась с кем-то. И вот ей настрого запретили никаких вот таких ранящих и болезненных, значит, вещей не читать. Вот. Ну, жив вроде. Здоров. Давайте пожелайте Смолянову что-нибудь на веселой ноте и будем заканчивать. Смотря что. Я под итог, чтобы итог сделать... Давайте итог сделаем, потому что... Нет-нет-нет, я про итог вот про этот вопрос. Это все дело... Антош. Я понимаю, что нет какого-то путеводителя. Вот хотя Антон Долин иногда дает советы какие-то. Опять же, разговаривая, например, с Долиным, я вот как-то услышал, что он там с 6-7 лет читал такие вещи, которые в 25 непонятны, понимаете? Но я-то, например, убежден, что фильм «Изгнание» или «Елена» не любовь, конечно. Да и Левиафан абсолютно бессмысленно, на мой взгляд, смотреть людям, которые настолько малы, что не прошли еще путь. Ну, скажем, не любовь, если ты не знаешь, что такое союз двоих и как бы где там вот коса на камень находит, и что такое, как трудно жить людям вдвоем, хотя все начиналось с любви. Вот если этого опыта нет, это будет просто, ну, недоразумение, ну, какое-то недоумение. Вот, мне кажется, так. То есть какой-то есть какие-то фильмы, для которых, для понимания их, для верной интерпретации, ну, необходим опыт, жизненный опыт. Вот так. Так, Андрей Петрович, вот тут женщина рвется. Вставайте, покажите себя. Андрей Петрович, добрый вечер. Добрый. Смоленск, наверное, избалован и фестивалями вот этого уровня, когда каждый сентябрь мы ждем каких-то звезд, режиссеров. Смоленск избалован еще и нашими поп-звездами, эстрадой. Слишком близко расположен от Москвы. Вы слышали, наверное, что Смоленск – это мочевой пузырь по России. Да, и такое за нами. Нет, не слышал какая-то странная метафора. Дожди много льют. В этом смысле. Смоленск – это был и коммунистическим поясом России. Сейчас он другой пояс. И вы знаете, к чему я веду? Что мы много видели режиссеров, очень слащавых, которые очень сладкие, очень, ну, немножко надоевшие нам уже. И мне хочется от имени Смолян, вот здесь собравшихся, попросить у вас прощения, что вам пришлось впервые и первому оправдываться перед нами за то, что вы патриот, за то, что вы любите Россию, и за то, что вы видите ее такой, какой видят все, которые сюда пришли. Поэтому извините нас, пожалуйста. Вы здесь второй раз, как я поняла, да? По-моему, третий. Третий? Ну, пусть это будет не последним. Встречей нашей, чтобы мы имели удовольствие с интеллигентным, умным человеком еще встречаться и обсуждать очень больные точки. Договорились? Да. Ну что? Спасибо большое. На этом мы будем подводить итоги. Поблагодарим Игоря Петровича. Хочешь что сказать в завершении? Хватит. Надоело. Поблагодарю вас за то, что вы сказали. Да. Приедете еще в гости? Мочевой пузырь. Завите в мочевой пузырь. Тогда что интересно, Таиланд чем является в сезон дождей? Вообще трудно себе вообразить такую метафору. Ну да, поблагодарить вас за такое завершение, потому что я не хочу... Я бы не сказал, что мне пришлось оправдываться, но когда тебе задают вопрос, конечно, ты и должен отвечать. Возможно, это выглядит как оправдание, но поверьте, я-то точно знаю, что я делаю, где я и куда смотрю, и что вижу. То есть как бы даже не сомневайтесь в том, что у меня есть какое-то там смущение на тему того, что пришлось там как-то отвечать на каверзные вопросы. К тому же я думаю, что эти вопросы продиктованы еще и каким-то, ну как бы, неравновесным состоянием собственного представления о том, что это. Ну то есть что является собой, скажем, фильм «Левиафан». Вот в книге, о которой я говорю, там мы практически избегали идейных планов каких-то, ну то есть во имя чего, что это значит, какой здесь смысл и так далее, смысловых каких-то вещей. Мы говорили только о технике. Почему справа налево входит актер, почему он в таком костюме такой цвет, а не какой-то иной. Пролетают птицы в кадре, вот они пущены были, это ваши птицы, или это случайно ветер их сюда занес. Вот такого рода. Почему камера движется, почему такая оптика, почему такое освещение. То есть это технический набор такой технических вопросов. И только однажды мы вышли как раз на эту тему, которая, ну, не могла не прозвучать. И вот там я как раз и сказал примерно то, о чем сегодня уже сказал. О том, что я был не просто, как сказать, не разочарован, я был оглушен. Я был уверен, что зритель не чиновник, не властители, не элита так называемая, а зритель, тот самый человек, простой человек, или, как говорят, маленький, как мы привыкли говорить, следом за Гоголем, да. Так вот, что этот человек точно поймет и услышит. И вот я был просто повержен этой реакцией. Когда, я думаю, что не все читали это, но когда один, значит, телевизионный, там, в общем, господин, которого часто зовут спикером на всякие телевизионные передачи, такой политического толка склада, какой-то он из политики, высказал мнение, что режиссеру Звягинцеву, значит, надо выйти на Красную площадь, встать на колени и попросить прощения у всего русского народа. Вот. Под этой публикацией кто-то аноним и мерек, сейчас же пространство анонима, как бы, ну, просто поглощает все. Написал, что, дескать, да что там, да что там прощение, ствол ему в затылок, и все. И вот это ощущение, как бы, непонимания и какого-то, какой-то собственной иллюзии. Вот у меня была иллюзия, что я говорю на одном языке с аудиторией. Я говорю с людьми об их проблеме. Ну, как бы, об этом извечном нашем, вот этом, несчастье, да, несправедливости, и, ну, понятно, молоха. Государство, как молох, который мелит наши кости, просто перемалывает и продолжает это делать. И еще, я не знаю, сколько времени он будет насыщаться этой нашей кровью и костями, да. Тут по соседству у вас. Просто иначе, я не знаю, как этого человека, отныне просто, как кровавый президент. Я, например, его именовать не буду. Я сейчас говорю про нашего, значит, соседа в соседней республике с вами. Вот. Понимаете? И вдруг, странным образом, реакция была вот такой. Я был, правда, удивлен. Вот. Так что, ну вот, вот видите, как закрыл-то вышел на такую пафосную тему, да еще и политическую. Потому что от политики уже такое ощущение, что никуда не уйти. Ну, то есть, просто она, она просто, как бы сказать, невозможно даже заняться творчеством. Что тебе все время в окно лезет вот эта вся канитиль. Я поэтому, наверное, вспомнил ту пору, когда, пусть это был застой страшный, но люди как-то находили силы улыбаться. И как-то совершенно по-другому строй жизни был наш. Еще раз повторю и хочу подчеркнуть на всякий случай, если тут есть пресса, что речь идет все-таки не о ностальгии и о, как бы сказать, желании, значит, вернуться в прекрасное, далеко, то вот самое советское. Нет, совсем нет. Вот. Ну, я извиняюсь, что закончил так, может быть, опять не на той ноте, но будем считать, что мы еще когда-нибудь увидимся обязательно. Вот. Надо просто приглашать и надеюсь, что будет еще какая-то новая пища для того, чтобы вести диалог с вами. Главным образом я говорю о той пище, которой я занимаюсь, то есть кино. Следующий фильм. Вот. Надо сказать, что тут еще записки повторяются, поэтому и все записки я назвал, потому что смысл, как всегда, повторяется у людей, и я не все назвал. Хочу сказать спасибо, Андрей Петрович, что вы на один день приехали в Смоленск, сегодня утром простой советской электричкой «Ласточка», которая называется, терпел 4 часа и завтра утром так же, то есть, насколько ему важно встреча со зрителями. Спасибо большое. На канале Кинотрафик я рассказываю о хороших фильмах и сериалах, о фестивальном кино объясняю смысл сложных картин. В плейлистах вы найдете кинообзоры, анализ и разбор фильмов, творческие видеопортреты актеров и режиссеров, обсуждения и видеоэссе. А мои юные блогеры посоветуют интересные фильмы и мультфильмы для подростков, детей и всей семьи. Приглашаю вас подписаться на Кинотрафик. Давайте смотреть и обсуждать хорошее кино вместе.